Приветствовать в этот замечательный солнечный день на прекрасном празднике открытия этого пультпросветительского центра и сегодня это, наверное, день не только знаменательный в истории Пензенской области это знаменательный день, наверное, в истории всей нашей страны потому что люди, которые прославили Российскую Федерацию далеко за ее пределами, сегодня являются главными представителями этого музейно-просветительского центра и Лидия Русланова, голос которой известен во всем мире и то, что она исполняла в день Великой Победы перед 2 мая 1945 года у стен поверженного Берлина наши народные русские песни и замечательный наш русский советский писатель Федор Гладков произведения которого известны также во всем мире и Вера Ермолаева, замечательная художница, оформительница, иллюстратор иллюстрации которой также известны не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами и я помню, как начиналось все то, что сегодня мы видим в виде этого замечательного историко-просветительского центра когда несколько лет назад я приехал сюда в село Ключи глава сельской администрации, глава администрации района начал рассказывать об идее создания вот такого просветительского центра и тогда казалось, что здание, которое было заброшено на протяжении нескольких десятилетий превратиться в такой замечательный музей просто невозможно но на самом деле это произошло и сегодня мы видим замечательный центр, замечательный музей где представлена история, история не только Малосердобинского района но я считаю всей нашей страны и я хочу выразить огромные слова благодарности от имени исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева всем тем, кто принимал участие в создании этого великолепного музея это и местные жители, и все жители Малосердобинского района это Малосердобинское землячество это главы муниципальных образований Малосердобинского района и я думаю, что сегодня это будет точка, где будут собираться представители не только Пензенской области но и других регионов, будут изучать историю, культуру нашей страны по выставочным экспонатам, которые здесь представлены это огромное значение будет иметь для воспитания нашего подрастающего поколения нашей молодежи, которые будут также на этом примере изучать, как нужно любить свою родину несмотря на те трудности, несмотря на трагедию, может быть, там некоторую определенную жизненную и в судьбе Веры Ермолаевой, и в судьбе Лидии Руслановой но тем не менее, они не сломались, они продолжали любить свою страну продолжали любить свою родину вот на их примере мы должны учиться и таким же образом жить и работать и сегодня я хотел также поблагодарить строителей которые из этого дома сделали просто картинку заглядения украшением которое является украшением и села Ключи и, наверное, украшением всей Пензенской области потому что это, наверное, будет одна из всех достопримечательностей куда поедут в Пензенскую область туристы, которые приезжают в наш регион и хотел бы вручить им сегодня благодарности от имени губернатора Пензенской области благодарность к губернатору Пензенской области на большой вклад в создание Ключевского историко-культурного центра награждается Сахно Александр Николаевич мастер участка ОАО «Альтис» Калятин Владимир Яковлевич, бригадир ИП «Анисима» С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо! Я приглашаю нас в целом заместительном...